Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал Милкины рецепты. Сегодня мы приготовим очень вкусный пряничный тортик, который назвала вишневая любовь. Готовится без выпечки буквально за 10 минут, а получается очень вкусно. По консистенции этот тортик напоминает торт панчо. Добро пожаловать на мой канал! Друзья, у меня на канале есть еще один вкусный тортик без выпечки, ленивый Наполеон. Ссылочку вы найдете в описании под видео. Для приготовления пряничного тортика нам понадобится всего 4 ингредиента. Шоколадные пряники 500 грамм, сахар 4 столовые ложки без горки, сметана 550 грамм, сметана должна быть жирностью 20-25 процентов, свежая или замороженная вишня 130-150 грамм. Друзья, используйте именно шоколадные пряники. Шоколад отлично сочетается с вишней. Все мы помним знаменитые конфеты вишня в шоколаде. Получается очень вкусно! Я для тортика использовала пряники чайная классика от Хлебного дома. Это не реклама, просто эти пряники действительно очень вкусные. Я часто их покупаю. И тортик из них тоже получается то, что надо. Вы, конечно же, можете использовать любые шоколадные пряники, которые вам нравятся. Итак, начнем готовить! Друзья, оставьте 4 пряника для украшения тортика. Они нам понадобятся позже. Оставшиеся пряники нарезаем на небольшие кусочки. Ребята, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнать о выходе новых видео. Примерно так это должно выглядеть. Добавляем в миску 550 грамм сметаны. Сахар. И хорошо взбиваем миксером до однородного состояния. Друзья, отложите 3 столовые ложки сметаны для украшения нашего тортика. Добавляем к сметане вишню и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Какой обалденно красивый крем у нас получается! Украшения! Сахар. 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 Добавляем крем у пряники и все хорошо перемешиваем. Для сборки тортика мы будем использовать кулинарное кольцо. Оберните кольцо пищевой пленкой. Выкладываем нашу пряничную массу в два приема, разравнивая поверхность. Ребята, если хотите, можете разрезать пряники пополам и выложить слоями, смазывая каждый слой сметанным кремом. Здесь кому как больше нравится. Мне больше нравится так, так тортик быстрее пропитается. Берем пряники, которые мы отложили и натираем на средней терке. Можно сделать крошку из пряника в блендере. Половина крошки пойдет на украшение торта сверху, половина по бокам. Посыпаем тортик сверху полученной крошкой. Накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум часов на 6, а лучше на ночь. Наш тортик провел в холодильнике ночь, хорошо пропитался. Убираем пищевую пленку. Вот такой тортик у нас получился. Не переживайте, что тортик немного неровный. Сейчас мы его украсим оставшейся крошкой и все будет красиво. Украшаем тортик оставшейся крошкой по бокам. Где неровно, можно аккуратно подровнять лопаткой. Вот такой симпатичный тортик у нас получился. Если хотите, можно оставить тортик и в таком виде, но я хочу его еще немного украсить. Для украшения я буду использовать сахарную пудру. Поскольку наш тортик называется «Вишневая любовь», я нарисовала на нем сердечки из оставшегося сметанного крема, используя кулинарный мешок и добавила в сметанный крем немного вишневого сока для цвета. Вот такой симпатичный тортик у нас получился. Торт отлично пропитался. Если вы не знаете, из чего тортик сделан, вы даже не догадаетесь, что он сделан из обычных пряников. Кто любит творчество Николая Баскова, можно устроить чаепитие под его песню «Вишневая любовь». Побаловать себя любимых. Ммм, вкуснятина необыкновенная! А на второй день тортик еще вкуснее, если, конечно, что-нибудь останется. А я всех благодарю за просмотр. Всем желаю здоровья и удачи и вишневой любви!